ЕГЭ, 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 нам надо ЕГЭ. Никакого положительного опыта, связанного с ЕГЭ по физике, у меня нет. От легкого азарта к тяжелому позору. Ага, вот уже график дорисован за меня. Шах и мат Антошеркин, шах и мат. Как это, круглые таскай, квадратные притасы. Перекатывай. Хотим добиться уменьшения влияния ЕГЭ на умы школьников или не увеличения? Обратите внимание к восьмой задаче. К восьмой задаче мы уже говорим о тепловой смерти Вселенной. Да. Привет, случайный зритель. Передаем, а мы уже передаем, привет прямо с физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. И сегодня мы будем заниматься очень интересным процессом. Мы еще не знаем, он очень или интересный. Мы будем отвечать на вопрос, который бродит по интернету, куда не заглянешь. Нам интересно, как профессиональным физикам надо, чтобы стать физиком, надо сдать ЕГЭ по физике или все-таки надо знать физику? Как это проверить? А кто же его знает, как это проверить? Мы выбрали один из всех возможных способов. Мы пригласили профессионального физика. У нас сегодня в гостях Антон Шейкин, известный и любимый всеми нами популяризатор науки. Ну, всеми нами, по крайней мере, кто в этой студии сейчас сидит. Вот. Человек занимается фундаментальной физикой, физик-теоретик. Более того, Антон, не дай мне соврать, автор курса по истории физики, правильно, физическом факультете? А то и не одного. А то и не одного, но то есть человек более чем разбирается в физике. И крайне давно имел в последний раз дело с ЕГЭ. Правильно я понимаю? Совершенно правильно. Ну, то есть представления у тебя, в общем, никакого почти нету. О том, что там, как готовить к ЕГЭ, в чем суть? Ну, сам я ЕГЭ по физике не сдавал. Я только пытался к нему готовить своих учеников в АГЭ и потерпел в этом позорную неудачу. Поэтому можно сказать, что никакого положительного опыта, связанного с ЕГЭ по физике, у меня нет. Идеальный гость для проверки эффективности ЕГЭ и так далее. Тем не менее, меня как организатора, а зовут меня, кстати, Илья Блажков, я тоже физик, меня как организатора очень интересовало. Вот если позвать ученого именно, который фундаментальной физикой занимается, который, ну, давно там не работает репетитором или учителем. Вот чисто пользуясь, так сказать, понятием физическое образование, что он сможет сделать с рядовым вариантом ЕГЭ по физике. Очень хотелось бы сегодня, если получится прекрасно, не получится, кто нам что скажет, ответить на этот самый вопрос. Вот надо физику знать или к ЕГЭ готовиться? Мы здесь постоянно, работая со школьниками, слышим одно и то же. ЕГЭ, 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 нам надо ЕГЭ. Слушайте, ну, вроде же физика в основе. Короче, давайте пробовать. Мы, разумеется, не планируем писать идеальное решение. Я бы просто не убедил Антона прийти этим заниматься. Кроме того, интересным четырехчасовые видео бывают крайне редко. Поэтому мы пойдем по абсолютно всем задачам случайного варианта с сайта решу ЕГЭ, созданного, кстати, еще одним выпускником физического факультета, Гущиным, Дмитрием Дмитриевичем. Вот, совершенно случайные задачи. Антон про них ничего не знает, он их не решал предварительно. Так что будет пользоваться только своими фундаментальными познаниями. Я этот вариант тоже не решал. Для меня эти задачи тоже будут каждый раз новыми. Но я много лет репетиторствовал, перестал, все в порядке. И мы, так сказать, схлестнемся в совместном решении этих самых задач, посмотрим, что получится. Если Антон будет моментально говорить, ну тут понятно, такой-то закон, мы будем с ним просто соглашаться и идти дальше. Для, опять же, экономии времени. Поехали! Ну что, Антон, перед решением первой задачи, в двух словах, что ты чувствуешь? Какое у тебя предвкушение? Я чувствую легкий азарт. Опозорюсь ли я на первые задачки, на десятые или где-нибудь там в конце, когда там какая-нибудь цена деления, меня как физикотеоречка... Цены не интересуют, я понимаю. Физика бесценна. Золотые слова. Итак, под эгидой, под лозунгом «Путь от легкого позора, от легкого азарта к тяжелому позору» мы начинаем решать первую задачу. Итак, поехали. Двигается у нас автомобиль. На ускоренном движении автомобиля на пути 25 метров, его скорость увеличилась от 5 до 10 метров в секунду. Чему равно ускорение автомобиля? Ответ, дайте в чем надо. Ну, на самом деле, это приятный сюрприз, потому что я не ожидал, что первая задачка будет настолько осмысленной. Как правило, там какие-то графики движения грузовиков из пункта А в пункт Б. А вот эта задачка, на самом деле, одна из моих любимых, потому что часто встречается в уже упоминавшемся курсе истории физики. Потому что ответ на нее, это вот такой вот ответ. Есть сакральная формула, которой предписывается в школе пользоваться при решении таких задач. Ускорение – это квадрат конечной скорости минус квадрат начальной скорости разделить на два пути. Правда? И очень небольшой процент школьников может сразу ответить на вопрос, откуда эта формука взялась. Ну вот, я владею этим сакральным знанием. Но это сакральное знание – это не что иное, как площадь трапеции. Потому что, если мы вот здесь вот будем по оси Y откладывать скорость, а по оси X время, вот это вот, соответственно, V0, а вот это, соответственно, V, то можно, ну вот, за какое-то время T посчитать, какой путь прошел вот этот вот автомобиль, и, пользуясь формулой для площади трапеции, получить сразу вот искомый ответ. То есть, 10 в квадрате минус 5 в квадрате – это 50, 50 разделить на 50 – это… Ну, так и 75, да, наверное, 100 минус 25. Вот, вот, видишь? Все, срел, срел. Уже на первой задаче опозорился. Ну, у нас есть известная отговорка. Теоретику числа не очень интересны, нам, в общем, интересно. Цены не интересны, числа не интересны, а только буквы. Только буквы. Хорошо, мы считаем, что задача решена правильно, отдельно комментарии… А ты это откуда знаешь? У тебя ответ там записано? Ну, я, во-первых, формулу эту знаю, во-вторых, даже знаю, как ее получить не из графика, а из всего двух законов равнопеременного движения, координаты и скорость. А откуда получен закон равнопеременного движения? Вот из этого графика и получен. Все, понял, понял. Ну, ко мне на курс по истории физики, знал бы, что вот эти вот графики впервые научились рисовать монахи XIV века, из которых они и получили этот твой закон равнопеременного движения. Я, к сожалению, начал изучение с физики с XV века. Мне вот это знание прошло нет. Окей, первая задача, мы победили, идем к следующей. Ага, вот уже график, который рисован за меня. Шах и мат, Антон Шейкин. Шах и мат. На графике приведена зависимость модуля силы трения скольжения от модуля нормальной составляющей силы реакции опорка и коэффициент трения. Вот помню первым моим вопросом учительницы физики, которую я еще не знал тогда, с которой я должен был через полгодика познакомиться в конце шестого класса, мне вот привели, сказали, что вот это вот твоя будущая учительница физики. Я у нее спросил, я не знаю даже откуда это взялось, а что больше, сила трения качения или сила трения скольжения? Ну, что беспокоит обычно в шестом классе? До сих пор я на самом деле не знаю, что и при каких обстоятельствах, и что вообще это за две разные силы. Потому что, как Илья совершенно справедливо сказал, я фундаменталист такой физический, и сила трения не является фундаментальной силой, там нету такого фундаментального взаимодействия трения, там элементарных частиц. Поэтому мне, в общем, как-то не особо пригождается в жизни. Но вот если любой там физик смотрит на график, линейные функции, у него сразу руки тянутся посчитать тангенс угла наклона. Что, в общем, и нужно в этой задаче? Нужно взять там 8, разделить на 4, ну или 4 на 8, получить 0,5. Да, все так и есть. Давайте дальше. Еще одна? Не-не-не, это про запас. По земле, за веревку по горизонтальной окружности, длиной 40... Как же им плохо-то живется, а? Представляешь эту картину, да? По окружности, ящик и по кругу. Ну, как это, круглые таскай, квадратные перетаскивай, да. Перекатывай, да. Значит, работа силы тяги за один оборот по окружности равна 2,4 кГ. Давай нарисуем, а что такое горизонтальная окружность? А, это, что у меня есть плоская земля, да, и по плоской земле перпендикулярно силе тяжести таскают вот этот вот ящик, да? Да, да, в бесконечно малом приближении. То есть вид сверху вот у нас... Да, желательно не вид сбоку рисовать. Окружность длиной 40 метров. Длиной. То есть это не радиус окружности, это... Потрясающе. То есть вот это вот радиус какой-то, да? Да. Вот это вот длина окружности, работа силы тяги за один оборот по окружности. Ну, что такое работа силы? F умножить на L, правда? Правда. Ну, если F умножить на L равно 2,4 кДжоуля, то, значит, модуль надо найти, просто поделив работу на длину. Нет? Именно. Именно. 2,4 кДжоуля, делим на 40, это все равно, что 240 поделить на 4, 120 на 2, 60. Правильно. Мне очень умиляет, что после, так сказать, фиаско с подсчетом в первой задаче, теперь нацелено... Кривая обучение. И мы сейчас скатываемся или взбираемся? Я думаю, что мы пока взбираемся. Ты, пожалуйста, предупреди, когда начнется движение вниз. Я думаю, что ты это узнаешь по характерным звукам, которые будут сопровождать движение. Значит, четвертый... Еще один график. В зависимости потенциальной энергии математического маятника от времени. Какова полная механическая энергия маятника в момент времени соответствующей точки D? Ну, давайте посмотрим положение... Равновесие у него, видимо, это 8... Да? Да. Здесь закон физики-то фундаментальный некуда. Ну, вот сейчас... Нет, ну, закон сохранения энергии, конечно, это самый что ни на есть фундаментальный закон. Жаль только, что моя основная область деятельности, гравитация, это как раз того, где он не работает. Да что такое? Поэтому, в принципе, мне можно сказать, что... Ну, а у нас гравитации вообще такой величины-то и нет, поэтому, ну, мне тоже позволительно не знать. Мне кажется, мы сегодня после нашей встречи составим отдельный вариант для теоретиков, занимающихся гравитацией. Там будут вопросы только на закон сохранения энергии. Действительно. Ну, давайте посмотрим. Значит, в момент времени какой-то, допустим, 2 секунды, потенциальная энергия маятника равняла 16 джоулей. Правильно? Ну, если у меня зрение не изменяет, то да. Вот. А потом она начала уменьшаться, потому что у маятника начала набираться кинетическая энергия. У нас-то спрашивают полную, правильно? Да. А в какой-то момент у этого маятника никакой кроме потенциальной нет. Потому что вот в этой точке вся полная энергия маятника находится в форме потенциальной, он завис над землей. А поскольку нас спрашивают полную, это задачки стандартные на логику, которыми разбавляют задачки по физике в надежде поймать на незнание русского языка, допустим, да, или определение. Поэтому 16 джоулей. Правильно. Может, я как-то подсказываю? Старый конь борозды не портит, правда? Давайте дальше. Ну, и, может, и лучше ее не сделать. Давайте. Шарик катится по прямому желобу. Нужно выбрать все верные утверждения. Первые две секунды шарик покоился, а затем двигался с возрастающей скоростью. Ну, мы действительно видим, что вот это вот, это константы, икс не менялся. А затем это, судя по всему, какая-то ветка параболы, правда? Или окружности. То есть это не прямая линия, поэтому нельзя сказать, что скорость постоянная. Если бы скорость была постоянной, то эта линия, которая соединяет 2 и 4, была бы прямой, правда? Опять трапеция. Ну, трапеция, не трапеция, но, в общем, первое утверждение мне кажется верным. Второе утверждение. На шарик действовала всеувеличивающаяся сила. Когда нет, от нуля до двух секунд, никакой силы, судя по всему, не было. Или сила была скомпенсирована, мы не знаем. Несомненно, да. Первые две секунды скорость шарики не менялась, а затем ее модуль постепенно уменьшался. Ну, модуль ее первые две секунды был равен нулю, уменьшаться меньше нуля положительная величина не может. Поэтому минус, минус. Путь, пройденный шариком за... Что? Неожиданный логический поворот. Что не может уменьшаться, делает нас сильнее. А давайте-ка мы увеличим. Путь, пройденный шариком за первые три секунды, равен одному метру. Ну, здесь четыре, здесь, наверное, три. Поэтому, наверное, это правильное утверждение. Плюс скорость шарика постоянно уменьшалась. А вот что значит уменьшение? Уменьшение и не увеличение. Это разные вещи или одно и то? В зависимости от обстановки в сфере образования. Ну, давайте считать, что уменьшалось это строго меньше. Мы вот чего хотим добиться? Это такой, опять же, фундаментальный вопрос. Мы хотим добиться уменьшения влияния ЕГЭ на умы школьников или не увеличение? Ну, я бы сказал, стабильность признак мастерства. Так что меня бы и ноль устроил, в общем. Но кажется, что нет, что скорость шарика первые две секунды оставалась постоянной и равной нулю. А поскольку уменьшение это все-таки меньше нуля, то, наверное, минус. Так, ну и что у меня? 1,4. Это что? Это правда? Это правда. Хорошо. А что ты даже не подглядываешь в свой листочек? Ты выучил заранее все ответы? Ну, я подглядываю, просто не замечаюсь. Ну, я увлечен, да, вот азарт меня как-то уже не хватил. Представляете, что обо мне думает Антон Шейкин, если вполне допускает, что я заранее выучил, внимание, ответы? Ну, как это, лучшая импровизация и подготовленная импровизация. Правда? Переходим к следующей задаче. Шестая. Долгожданная. Счастливая. Дольшая. Огромная еще такая, да. Математический маятник, представляющий собой свинцовую дробинку, колеблется с угловой амплитуды. 1 градус. Какая дрянь. Кто вообще... То есть, спокойно, спокойно. Ну, как только любой разумный человек видит угол, измеренный в градусах, он хватается за свой градусник, видимо. Да. Так изменится период колебания маятника и запас его полномеханической энергии, если уменьшить длину нити маятника, уменьшить массу дробинки. Это вот такая... Опять энергия. Нет, я тебе больше скажу, если эту задачку докрутить, то это будет задачка про адиабатические инварианты, да, с которых началась научная карьера нашего знаменитого прародителя в имя Санчо Фока. Да, вот одна из первых его статей была посвящена адиабатическим инвариантам. А потом создали квантовую механику, и это все оказалось не нужно. К маятнику-то это отношение. Видимо, академика Фока тоже позвали решать задачу. Он как дошел до маятника с этой бесячей амплитудой в один градус, докрутил задачу, и тем самым ради... Да. Как изменится период колебаний? Ну, давайте подумаем. Масса дробинки совсем никак не влияет в приближении малых колебаний на... ни на что, в общем, не влияет, кроме как на психику, на нервы. Поэтому, если уменьшить длину нити маятника, то, разумеется, Т равно 2Пи, чего там. Чем длина больше, тем период больше, правильно? Поэтому и делить на Ж. Интуиция не подводит. Ну, должна же быть какая-то. Физики же любят гордиться своей физической интуицией. Поэтому, если я уменьшу длину маятника во сколько-то раз, то период у меня тоже во сколько-то раз уменьшится. Два. А запас его полной механической энергии... Ну, Е это масса этой самой дробинки на период, то она не влияет, а на энергию я погорячился, она, конечно, влияет. Потому что МВ квадрат пополам, правильно? А В квадрат-то что? Это... Л квадрат на угловую частоту в квадрате, правда? Ну, пополам, правда? Что-то вроде того. И, ну, с точностью, да, какой-то коэффициент, который мне не нужен. Поэтому, если я массу уменьшу и длину нити маятника... Слушай, а тут, по-моему, не хватает данных. Ну, добро пожаловать в суровый мир ЕГЭшной физики. Сейчас. Вот где... На какой задачке я планировал опозориться? Ну, на пятой, ты говорил. На пятой, да. Ну, вот сейчас я в некотором затруднении, потому что на энергию как-то влияет вот это, да? А если я скажу да или нет, там есть вариант ответа не изменится. А, так я тупой. Я подумал, что эта дробинка находится на колеблющей струне, и зачем ты написал энергию колеблющей струны? Я просто в полной лаже. Стою, хотел сказать я, и думаю, какая любопытная формула. Действительно. Она неправильная. Но если бы она привела к правильному ответу, мы бы с тобой об этом поговорили. Ну, вот видишь, я же говорю, я учусь, потому что я достал из своей хорошей и такой объемной памяти какую-то формулу, пытался ее применять, обнаружил, что не хватает данных. Значит, формула неправильная, да? Ну, в принципе, этим мы должны у кого-то страдать. Это метод, да. Двигающий школьник. Ну, давай подумаем. Давай. А чему равна... Чему равна энергия полная маятника? Ну, энергия Е это какой-нибудь там МЖН, да, плюс МВ квадрат пополам, да? Ну, похоже. Но с другой стороны, если я возьму и очень быстро, да, отрежу кусок от этой нитки и прикреплю ее обратно к подвесу, у меня же эта свинцовая дробинка же ничего не почувствует, правда? Ну, если очень быстро, она такая... Если очень быстро. Инертная достаточно. Либо наоборот, идиабатически, очень медленно. Ну, вот здесь я бы поставил на то... Ну, мне лень уже стало думать, если честно, потому что я уже покрасовался знаниями работ ФОК и прочим, я бы написал, что она не изменится. И это неправильно. Ну, вот опять же, пожар идет по плану. А что? А как на самом деле? Слушай, ну, я, честно говоря, сам сижу напряженно смотрю в это условие, но мне память подсказывает, может, неправильно, но, значит, я это помню как-то так. Задача здесь знакомая, что здесь же уменьшают длину нити, и когда ее уменьшают, угловая амплитуда сохраняется, а высота, на которую поднимается... А, ну, правильно, да, потому что она L равно там H на косинус там что-то, поэтому MGH вот это вот, видимо... Да, то есть вот эта сумма, которую ты написал, она, конечно, правильная, тут массу уменьшили, это значит, энергия механическая полная тоже уменьшилась, и еще и длину. Ну, увеличится она явно бы не могла. Не могла, да, она уменьшается. То есть 2,2. Да. Ну, все швах. Все, вот и все. Все вышли сухими из боя. Ну, репутацию уже подмочила немножко, да, ну, а с другой стороны, я теперь могу расслабиться и делать столько ошибок, сколько я захочу, потому что уже не ноль. Смотри, Антон, не поступишь. Итак, броуновская частица. Да, ну вот я, если честно, не очень понимаю место этой задачи в системе школьного образования, потому что, ну, броуновское движение — это очень мутное и неочевидное явление, я бы сказал. То есть я, конечно, помню какую-то такую формулу, что V равно корень квадратный из чьей-то типа 3RT на μ, или там корень квадратный из 3KT на m, да, если сократить на числа Аввагадро, правда? Я могу попытаться что-нибудь такое посчитать, значит, 3 на 1,38, на 10 в минус 23, а здесь еще 300. И какая там у нас? 1 и 3 на 10 в минус 15. Ну ладно, что-то там получилось. Нет, а давайте сократим. Давайте сократим. 1,38 на 1,3 — это единичка, правда? А еще видно. 3 в квадрате из-под корня — это 3. Значит, 3, а степени минус 23, плюс 2, и еще плюс 15. Это сколько? Не знаю, не знаю. Минус 21 плюс 15, плюс 6. Значит, 3 километра. Нет, 3 километра. Ну да, похоже. А там ответ надо дать в миллиметрах в секунду. В миллиметрах в секунду? Нет, нет, там все-таки минус 6, минус. Минус 6, а, ну правильно, да. Все, значит, 3 миллиметра. Слушай, ну ты вообще раз удивляешь тем, что помнишь формулы. Это же результат Эйнштейна, как я не могу помнить что-то связанное с Эйнштейном. Через 2 недели юбилея Эйнштейна. У нас, кстати, будет, мы очень надеемся, лекция Антона Андреевича Шейкина. Посвященная 145-летней годовщине со дня рождения человека, который вот выводом этой формулы занимался и его научному пути. Значит, дальше. Задачка номер 8. Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 джоулей, отдает холодильнику 50 джоулей, то каков ее КПД? Что говорит Эйнштейн по этому поводу? Эйнштейн... Говорил так, о своей жене. Она думает про маленькие вещи, а я думаю про большие. Ну, вот я в основном... Я думаю, он сейчас скажет, что жена его... Я занимаюсь космологией, это вещи какие-то большие, связанные со всей Вселенной в целом. Эйнштейн, по-моему, он во времена работы в патентном бюро какие-то холодильники рассчитывал. Даже есть какая-то научно-популярная книжка Эйнштейн-изобретатель, посвященная тому, что Эйнштейн делал с холодильниками. Ну, насколько я понимаю, ну, в целом его настолько маленькие вещи, какая-то тепловая машина, не очень забудет. Ну, то есть не отдал бы он холодильник, а жена не отпускала. Не отдал. Не отдал. Не, ну, давай так. Так, за цикл совершает полезную работу 50 джоулей, отдает холодильнику 50 джоулей. Ну, что такое КПД? Это отношение полезной работы к затраченной, да? Не посмотришь. Ну, я бы сказал так. Я вижу тут два числа. У меня рука тянется сказать, что это 50, а здесь 50 плюс 50. Что-нибудь там типа 50 процентов. Нет? Угадал. Ну, если бы я решил эту задачку, я ничем бы, кроме угадывания, не стал бы заниматься, потому что тепловые машины всегда были моим основным местом. И там как раз дальше у нас в варианте еще обязательно будет про тепловые. Ну, должен же быть такой фатальный позор, да, окончательный. Ну, такой тепловой, знаешь. Типа как тепловая смерть вселенной, все. Дальше уже, дальше тишина. Значит, девятая задача. Обратите внимание, да, к восьмой задаче. К восьмой задаче мы уже говорим о тепловой смерти вселенной. Да. Что же будет по второй части? Это же она же, да? Это еще одна задача. Еще одна, сразу же. Ну, действительно, добить. Совершает циклический процесс. Выберите все верные утверждения. Ну, давайте посмотрим, что тут может быть. В процессе 1-2 внутренняя энергия газа увеличивается. У меня увеличивается объем и остается неизменным давление. Ну, внутренняя энергия связана с температурой. Давление тоже связано с температурой. Объем тут ни при чем. Ну, я бы сказал, что не кажется мне это вероятным. В процессе 2-3 газ совершает положительную работу. То есть, у газа большое давление, а потом оно уменьшается, да? Это означает, что он кого-то двигает. Кого-то должен. Кого-то двигает. Ну, скорее всего, это да, это правда. В процессе 3-4 газ отдает некоторое количество теплоты. У него был при неизменном давлении 1 объем, а потом его, ну, видимо, охладили, да? И у него объем стал меньше. Ну, наверное, это правда. В процессе 4-1 температура газа увеличивается в 4 раза. Ну, у нас здесь меточка, ну, какая-то там, П0, а вот здесь вот в 4 раза больше. Знаменитые клеточки ЕГЭ. Считаем по клеточкам. Ну, кажется, что это правда. Работа, совершенная газом в процессе 1-2, в 3 раза больше работы, совершенная над газом. А это я помню, это надо посчитать площадь под вот этим вот графиком на диаграмме ПВ. 16 клеточек. Нет, 12 клеточек в 4 раза больше, чем 3 клеточки. То есть что, ты хочешь сказать, что они почти все верные? Так не может быть. Это правда? Нет, 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 это не правда. А в каком я ошибся? Ну, я думаю, что если бы ты, так сказать, спокойно и ради ответа решал, все было бы иначе. Но, тем не менее, за второй пункт, за второй пункт, простить, конечно, нельзя. Почему? Потому что, когда газ совершает работу, меняется его объем. А объем в процессе 2-3 постоянный. Оставался низный. Ну вот же процесс 1-2. Что сказал-то? Объем увеличивается, объем. Так, и что? Это изобарический процесс. Так, и в нем что? Увеличивается объем, увеличивается температура. Почему? А, ну, закон какого-то из этих мужиков, да? Да, клапирон, или еще каким-то. Да нет, изобара, изохора, изотерма называются именами каких-то 4-х разных мужиков. Да, Гей Люсака, это изобара. Шарля, это изохора. Боли Марионта, это видимо изотерма. Но все это закон клапирона. Так, и что? П, В, равно Т. Ну, нет, ну... А-та-та. Я бы сказал, что заплутал я вот в этих трех соснах, и... Ничего. Позор на мою седую голову, да. Пятый пункт тоже, конечно, неправильный. То есть все неправильно. Нет, третье, четвертое, вот это правильно. То есть циклы меня добили. Добили. О чем ты предупредил прозорливо в предыдущей задаче? Абсолютно. Это что у нас? Еще один? Ну, вы издеваетесь. Ну, это не цикл. Ну, какая разница? Это все равно диаграмма изменения какой-то термодинамической величины в зависимости от другой. Ну, сколько можно? Ты специально подбирал, чтобы уничтожить меня окончательно перед... Обрати внимание, пока мы не дошли до задачи номер 6, все пошло хорошо. А дальше пошла термодинамика. Ничего, сейчас она закончится. Выдохни, на электричестве с магнетизмом отыграешься. Действительно, я же отлично помню все эти задачки семинаров. Значит, на рисунке показан процесс изменения состояния одного моля и одноатомного идеального газа. Как изменяются в ходе этого процесса абсолютные температуры, объем и теплоемкость газа? Ну, что я помню, что У пропорционально Т, что П тоже пропорционально Т, объем, ну, ПВ равно НЮ РТ. Да? Да. То есть, объем пропорционален Т, правда? Получается, практически все пропорционально. То есть, если внутренняя энергия пропорциональна температуре и давление пропорционально температуре, то между ними, разумеется, существует такая же линейная связь, правильно? Зачем я это говорю? Это же и так на картинке показано. Ну, мы пришли к полному осознанию условия. Да. То есть, температура газа, судя по всему... А, тут еще теплоемкость есть. Многие, завидев слово теплоемкость, бросают задачу моментально. Моментально. Сейчас. ЦВ, кажется, есть температура при постоянном давлении, да? Есть температура, есть теплоемкость при постоянном объеме. Какая-то из них константа, а какая-то из них другая. Не пугай школьников. Не надо? Не надо. Не надо? Вообще не надо. Они знают про одну теплоемкость в большинстве случаев. Сейчас. Значит, если внутренняя энергия уменьшается, то температура газа обязана уменьшаться, потому что внутренняя энергия ни от чего больше-то вроде как и не зависит. Верно, да. Ну, давление то же самое. Если оно линейно связано с температурой, то... Но нас объем, объем там интересует. Так, два. Объем. Вот есть у нас линейная зависимость давления и температуры. Объем, судя по всему, остается неизменным. Нет? Тут этого не написано. Ну, сейчас. Давай соображать. Внутренняя энергия уменьшается. Давление уменьшается. Ну, не, ну, значит, температура тоже... Хорошо, давай выразим. В равно νr t делить на p. Да? Угу. t делить на p это какая-то константа. Правда? Ну, если у нас есть линейная зависимость у и т, и p это, то вот эта вот штука, это наклон какой-нибудь такой же прямой, который, наверное, постоянен. И поэтому объем, ну, я бы поставил на то, что он постоянен. А теплоемкость газа, это отношение приращения внутренней энергии к приращению температуры. Да? Ну, ДУ по ДТ, производная внутренняя энергия по температуре. Нельзя этими знаниями пользоваться в ЕГЭ? Ну, лучше, конечно. Лучше не пользоваться, да? Лучше не пользоваться. Тем более, эту формулу, откуда теплоемкость впервые в школьной программе появляется, ее вообще в восьмом классе придумывают. Ну, выводят. Выводят. q равно cm дельта t. q дельта t cm. Так. Ну, констант, констант. Если оттуда c выразить, то... Ну, понятно. Что-то там какая-нибудь три газовых постоянных или не такое? Нет? Да просто q на m дельта t. Не изменяется. Ну, 2, 3, 3. И что? Я неправильно. Это правильно. А почему не изменяется теплоемкость? Почему не изменяется теплоемкость? Угу. Ну, газ вообще идеальный. Это звучит как лозунг. Если у вас газ идеальный. Нет. Я же точно помню, что теплоемкость при постоянном объеме идеального газа постоянно откуда-то. Поскольку у нас здесь мы договорились до того, что объем не меняется, то теплоемкость, видимо, тоже. Не, ну с этим не поспоришь. Да. Ну, то есть одну из трех задач по молекуле я все-таки решил. Ну, почему? С 50% КПД-то, понимаешь? В общем, в лед. То есть 2 из 4? Ну, не такая уж большая степень позора. Значит, в школьной лаборатории есть два проводника круглого сечения. Удельное сопротивление первого в два раза больше удельного второго. И длина еще в два раза больше. Ой, какое-то количество теплоты еще. Ну, давайте какую-нибудь формулку нарисуем. Удельное сопротивление и обычное сопротивление связаны, по-моему, вот такой вот формулой. Я не помню, какое РО и какое Р должно стоять в какой части этой формулы. Это распространенная проблема. Действительно, Р, РО. Но ты вспомнил правильно. Угадал, видимо. Угадал. Если бы еще тут единицы измерения были, мне бы было, конечно, гораздо легче. Ну, давайте вот так вот нарисуем. РО1, Л1 и С1. Ну, и, соответственно, если выделяется количество теплоты в четыре раза больше, чем в первом, во втором случае, для второго проводника, ну, нам предлагают, видимо, пользоваться формулой для Джоулевого тепла, которая выражает его через напряжение и сопротивление. Да, если источник постоянного напряжения, то это, наверное, У квадрат делить на Р на Т. Правда? Что-то вред того. Это вот при спамяти выуживаешь, да? Из памяти, да, потому что... Ну, как это... Когда тебе в последний раз была нужна вот эта вот формула, еще и помнить, что закон Джоули-Ленца существует при постоянном напряжении, при постоянном токе. Ну, когда-то давным-давно я вел семинары по электродинамике. И году это в 14-м. Потом, в нашей вот красноярской летней школе, я году это в 18-м читал электродинамику просто там, школьникам. В последний раз, наверное, мне вот эта вот формула, когда-то тогда и была нужна. Ну, у меня неплохая память. Это меня зачастую выручает, но и видимо... А нас настораживает. Сейчас это случай. Значит, Р2 равно 2 Ру1 по условию задачи. Р2, в смысле, Р1 пополам, да, на С2. Правильно? То есть, по условию задачи длина первого проводника в два раза больше длины второго. Я это и написал. А удельное сопротивление первого проводника в два раза больше удельного сопротивления второго. Да? Угу, да. Ну, ты не заметил, да? Чего? Не, я вообще задумался. Задумался? Конечно, над семинарами по электродинамике 18-го года. 14-го. У кого-то память похожа. Нет, ну, ты сказал, в 18-м ты закрепил. Ну, да. Что, нет, я такое... Я как раз по числам очень неплохо. Я же экспериментатор. Ну, а дальше надо просто подставить... Вот эти вот две формулки. Одну в другую. У квадрат 2 на Р2 на Т2. Воспользоваться тем, что по условию задачи Т2 равно Т1. Решить омерзительную систему линейных уравнений. И получить из нее какой-то ответ, который, если честно, мне уже надоел. Ну, зацем... Это чувствуется, и мы не будем останавливаться. Лучше скажи, вот источник тока считать идеальным. Вот в очень многих задачах ЕГЭ вот все время есть вот эти вот приписки в конце. Ты вот обратил внимание, что там написано, что он идеальный? Я обратил внимание на то, что никаких цифр больше там нет. Если там нет никаких цифр, больше, скорее всего, там нет никакой значащей информации. А вот представь, там написано источник считать не идеальным. Ну, тогда нужно, чтобы там было какое-то его сопротивление. А тогда нужно вспоминать закон Ома для этой самой... То ли участка цепи, то ли полной цепи, который всегда у меня вызывал чувство омерзения. И на котором я бы сейчас здесь позорно посыпался. Окей, ну мы так и запишем. Из огня до в полымя. Это перемен... Без паники. Магнитные поля. Вот это на самом деле самая моя большая претензия. Их школьные программы по физике. Их жизни, пожалуй, в целом. Потому что никто, ни один человек в мире не понимает, что происходит в магнитном поле. Кроме автора данной задачи. Ну, они понимают, но рассказать не могут. Потому что в школе невозможно ввести корректно понятие векторного произведения, которое фигурирует в выражении для силы Лоренца. Которую я помню откуда-то из своих семинарских знаний по электродинамике. А если не понять, что такое векторное произведение, то становится совершенно туманными и неочевидными все эти правила левых рук, буравчиков, правых рук. И весь раздел магнетизма школьной программы превращается в гримуар такой заклинаний. Давайте сделаем некоторое количество пассов руками. И после этого поймем, что правильный ответ вот такой. Почему? Никто не знает. Ну, это такая плачь Ярославна. Минутка ненависти. Прямоугольная рамка вращается в однородном магнитном поле с индукцией магнитного поля B равно чему-то. При этом с выводов рамки А и Б снимается напряжение. Так, ну нам, видимо, тут частоту этого напряжения нужно установить. Да, это что-то вроде одного Герца, правда? Ну, давай тебе виднее пока как. Ну, я смотрю на этот график и вижу, что у меня график напряжения периодически с периодом 1 секунда, 1 миллисекунда. Если 1 миллисекунда, то единица на Т, то что-то вроде 1000 Герц. 1 килогерц. Значит, дальше. Значит, эта рамка вращается с какой-то скоростью, да? Не сказано с какой. Не сказано с какой, но нам и не нужно, потому что от нас спрашивают коэффициент, правда? Если индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, да? От 0,1 до 0,4. Частоту вращения рамки не изменять. Площадь рамки уменьшить в 2 раза. Ну, честно признаться, даже моя отличная память не удержала формулу зависимости напряжения на концах контура с током, который вращается в магнитном поле. Но я помню, что электродвижущая сила – это что-то вроде Д-магнитный поток по ДТ, производная, да? А что такое магнитный поток? С минусом. С минусом? Ну, правило Ленц там какое-нибудь применение. Что такое? Значит, Фи – это что-то там, Б на С, на что-нибудь еще, не помню что. Не помню что. А вот надо. Надо? Надо. Что бы это могло быть? Если бы я еще вспомнил размерность магнитного потока и размерность этой самой индукции магнитного поля в системе Си, в которой записаны условия, то я бы, наверное, да, что-нибудь бы сообразил. Ну, сейчас, дай сообразить. Что-то мне хочешь сказать, что там что-то еще есть? Ну, косинус, наверное, между нормалью этой рамки, нормалью к этой рамке и направлением магнитного поля. Ну да. Косинус, альфа. Но косинус нас не волнует, потому что у нас изменяется именно вот эта величина. Правда? А, нет. Нет, неправда. Ну, ты же не стал бы мне намекать на величину, которая не имеет отношения. Альфа – это не что иное, как омега на Т. Такое слепое доверие. Но да, 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 да. То есть сюда надо подписать равно Б на С на косинус омега Т. И что тогда? Ну, тогда электродвижущая сила, она же напряжение, это, ну, ты говоришь, минус, да? Производная косинуса – это минус синус. Значит, плюс. А здесь омега на Б на С на синус омега Т. Правильно? Значит, что мы хотим? Мы хотим понять, какой станет амплитуд напряжения, если вот это увеличить в 4 раза, вот это уменьшить в 2 раза, а частоту не менять. Значит, мы в 2 раза увеличиваем общий множитель, частоту не меняем, ну, значит, в 2 раза амплитуд напряжения увеличится. То есть кость у нас был не нужен. Не нужен. А зачем ты тогда от меня 30 секунд добивался этого починуса? Не знаю. Действительно. Не, ну, на самом деле, вот я прям помню, что такие задачи детям очень тяжеловато объяснять. Да кому нету, сколько? Ну, ты сам себе объяснил, а я хотел, чтобы зритель увидел, что вот физик, в отличие от того, кто к ЕГЭ тренит формулы, если подумает, то сам это выведет. Так что это была дешевая провокация, Антон. Да? Да. Надеюсь, что дальше у тебя будут какие-то преимущества. Более дорогие, да. Значит, дальше. На рисунке показан предмет П и его изображение И, даваемые тонкой собирающей линзой с главной оптической осью О. Чему равно даваемые этой линзой увеличение? Ну, я человек простой, да, я смотрю на картинку, вижу П это две клеточки, а И это четыре клеточки, значит, увеличение равно двум. Верно. И этому посвящен весь курс оптики. Потрясающе. Я сначала, когда я прочитал первую часть этой задачи, первую фразу, я подумал, что надо будет где-то рисовать изображение этой линзы, фокусное расстояние. О, пошла жара. Нет? Нет. Все по-прежнему прохладно. Значит, на рисунке показана схема электроцепи с пренебрежимым малым внутренним сопротивлением, то есть никакого тебе не идеального источника тока, да. Значит, два резистора. Ну, то есть это идеальный. Ну, идеальный. Идеальный, да. И конденсатор. Значит, из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения. Так как при замкнутом ключе ток через конденсатор не течет, то напряжение на конденсаторе равно нулю. Ну, как же это так? Вот здесь же выдается какое-то напряжение, правильно? Где здесь? А вот эта вот штука, это же источник постоянного напряжения, правильно? Да. Ну, выдает. Выдает. Но, с другой стороны, когда конденсатор зарядился, а, ну нет, если конденсатор зарядился, то, ну, что-то вроде ур равно там что-нибудь там. А вот сейчас и вспомню. Энергия колебательного контура, где-то тоже из-под корки, это Су квадрат пополам, да, значит, напряжение играет роль координаты. Ну, сейчас. Я начинаю мыслить по аналогии. Да, переведи на наш. Надо перевести на ваш. Ну, для того, чтобы я смог додуматься до правильной формулы, если переводить на ваш, мне нужно вспомнить размерность емкости конденсатора. Ну? Я не помню. Фарад, да? Ну, фарады, но ты же понимаешь, что я хочу воспользоваться с методом размерности. Кулон на вольт. Кулон на вольт? Да. А зачем ты мне подсказываешь? Потому что я знаю, как решать. Простите, не удержался все. Если, а кулон на вольт что? Умножить или разделить? Разделить. Ну, хорошо. Нам тут подсказывают, что размерность С, это размерность Ку, делить на У. Это означает, что напряжение на конденсаторе равно заряду конденсатора разделить на его емкость. Ну, казалось бы, если я замкну ключ, то конденсатор начнет заряжаться, правильно? И у него появится какой-то заряд. И пока этот заряд будет находиться на конденсаторе, напряжение на конденсаторе равно нулю не будет. Поэтому, скорее всего, это неправда. Логично. При замкнутом ключе сумма напряжений на резисторах больше напряжения на конденсаторе. Ну, насколько я понимаю, это неправда, потому что они подключены параллельно, и поэтому разность потенциалов что по одному, что по другому должна быть одинаковой. Казалось бы. Нет? Ну, они подключены параллельно. Сейчас. То есть твоя неуверенность мне на что-то, видимо, должна намекать. Значит, при замкнутом ключе явно будет течь какой-то ток, правда? Вот по вот этому контуру. Кроме того, есть еще и какое-то напряжение на... Какое-то напряжение на вот этом конденсаторе. Я бы поставил на то, что они равны. Просто потому, что эти две ветки соединены в параллельно. Так. Ну, значит, минус. При замкнутом ключе напряжение на конденсаторе равно ЭДС источника напряжения. Так у нас же есть еще одна ветка. А, ну, нет, ну, правильно. Напряжение на конденсаторе... Ну, вот я соединяю его здесь вот. И вот здесь могу соединить. Ну, вроде как равно. Значит, 3+. Допустим. При замкнутом ключе напряжение на резисторе R1 меньше напряжения на резисторе R2. Ну, поскольку у них разные номиналы, то, ну... Мне не хочется так думать. Поскольку они соединены последовательно, то падение напряжения на них обоих складывается. При подсчете общего падения напряжения на этой ветке. Поэтому у резистора... Ну, ток через них одинаковый, правильно? Значит, падение напряжения на одном плюс падение напряжения на... Сейчас. Через какой... Ну, ток течет одинаковый, ему некуда деваться. А почему падение напряжения равно? Закон Ома. Это U делить на R. Значит, уделить на... Вот это вот система линейных уравнений, которая мне уже, пожалуй, не посильно. Сейчас. Последний штрих. Есть маленький резистор и большой резистор, правильно? Идут два резистора. Один маленький, другой побольше. И оба напряжены. И оба напряжены, да. Ну, если... Ну, если... Так... Ну, ток один и тот же. Значит, на большом резисторе падение напряжения больше, чем на маленьком. Ну, и значит, четвертый, это правильный ответ. А после размыкания ключа количество теплоты, выделившееся в резисторе R1, будет меньше, чем количество теплоты, выделившееся в резисторе R2. Давай достанем еще одну, еще раз вот эту вот же формулу для джоулевого тепла. Ку равно... Ну, поскольку ток одинаковый, судя по всему, это И квадрат на R, да. И значит, мы видим, что в резисторе R1 выделяется меньше тепла, потому что у него меньше сопротивления. Так, ну и что? Все плохо? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно? А еще так долго? Ну, ты как себя чувствуешь? Ну, я бы сказал, что если бы я сейчас решал ЕГЭ на оценку, я бы... Я бы не решал ЕГЭ сейчас на оценку. Но стрессово, согласись? Ну, вот. Ну, скажем так, когда я сам решал ЕГЭ при, в общем, выпуске школы, я совершенно точно знал, что у меня будет особое право в поступлении, как у золотого медалиста. Вот оно что. Поэтому никакого стресса у меня не было, и я пришел на ЕГЭ, ну, пожалуй, как на экскурсию там в музей, там, в консткамеру возьму. Вот как надо ходить на ЕГЭ. Ты, кстати, из Ряда, тебе предложил, теперь билеты на ЕГЭ продавать будут. Действительно. Для тех, кто с медалью. Но сейчас, конечно, мне было бы обидно, что перспективы занятия моей вот этой любимой фундаментальной наукой зависели бы от того, насколько хорошо я умею складывать дроби. В цитатник. Значит, следующее. Неразветвленная электрическая цепь состоит из источника постоянного тока и внешнего сопротивления. Как изменится при увеличении внутреннего сопротивления источника тока следующие величины? Силы тока во внешней цепи, напряжение на внешнем сопротивлении и общее сопротивление. Слушайте, я дочитал-ка я до конца и уже забыл начало. Может быть, у меня клиповое мышление, я не удерживаю. Фундаментальное клиповое мышление. Действительно. Значит, давайте поймем. Есть источник постоянного тока и какой-то, видимо, реостат. Да? Лампочка, резистор, в общем, что-то внешнее, и оно сопротивляется. А, то есть это и есть твой любимый закон ОМА для не той цепи, которой надо, а... Для таких достаточно посредственных цепей. Чего там равно? Чего там? Да, это равно напряжение, минус и на сопротивление самого источника. И, конечно, Антон, в течение нашей встречи разрушаешь весь правильный педагогический подход. Какие-то формулы вылезают. Мы, ну, по крайней мере, я, всем детям говорю, дети, не надо, пожалуйста, запоминать формулы. По одному закончику, вот, из каждого раздела. И это все вы видите. Приходит человек, который давным-давно это все не учит. Такой, не, ну, ЭДС это минус и на Р. Все. И дальше, понимаешь, ты будешь вот идти по улице, и вот такие вот маленькие, такие вот детишки, такие серенькие, в тулупчиках, которые вот, ну, тоже решили учить формулы, поступили не на физические факультеты. Ты вот, что ж ты делаешь? Я пользуюсь своей хорошей памятью, которая, как ты мог убедиться, иногда мне подсказывает вопиюще неправильно. Спасибо, что нас обоих вытащил из этой ямы. Из формульной ямы. Нет, ну, если вам охота, я, конечно, могу написать, что вот есть вот этот источник постоянного тока, да, есть внешнее какое-то сопротивление, да, там лампочку давайте нарисуем. Ну, вот эту же штуку можно же рассматривать, как источник идеальный, с подключенным к нему каким-то сопротивлением. Да, 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 там прям поусловию. Ну, так это оно и е... нет, я же говорю, источник тока не идеальный. Можно же рассматривать, как идеальный, с подключенным к нему каким-то еще сопротивлением. Прям внутри источника. Что, нет? Нельзя? Не, можно. Ты же экспериментатор, тебе виднее. Что оно свое представляет? Где у него неидеальность? Я в своей жизни, я не то, что неидеальный, я вообще никакой источник постоянного тока не видел никогда. Фу, слава богу, после никакой ты продолжил предложение, я же напрягся. Нет, ну хорошо, давайте, собственно, вернемся. При увеличении внутреннего сопротивления тока должны как-то менять следующие величины. Если я увеличиваю внутреннее сопротивление источника тока, поскольку оно является частью общего сопротивления цепи, я бы предположил, что общее сопротивление все-таки увеличивается. Да, если предположим. Значит, два. Сила тока во внешней цепи. Ну, поскольку у меня есть источник постоянного тока... Да, поскольку ток постоянный, наверное, ничего не изменится. А напряжение тогда должно, наверное, упасть, потому что если ток постоянный, а сопротивление цепи увеличилось, то напряжение, наверное, должно падать. Нет? Ну, я подошел... Ну, после того, как ты мне запретил пользоваться этой формулой из глубин моей памяти, я начал решать эту задачку по филологии. Хорошо, давай начнем заново. Ты вспомнил формулу, никакой филологии. Попробуй еще разок. Еще разок? Ну, слушай, на ЕГЭ вторых шансов не дают. На ЕГЭ нет. Но когда ты с золотой медалью, с билетом купленным. Действительно. Ну, давайте соображать. Есть внутреннее сопротивление источника тока. И вот эта вот формула, которая связывает напряжение на источнике с ЭДС источника и сопротивлением этого самого неидеального источника тока. И вот схема. Ну, давайте думать. Сила тока во внешней цепи это то, что выходит вот сюда. Да? Если я увеличиваю сопротивление, то ЭДС, судя по всему, падает. Правильно? Ну, что я говорю, ЭДС-то постоянно напряжение, которое выдает этот источник тока, падает. И поэтому при неизменном сопротивлении вот этой вот лампочки, сила тока, судя по всему, будет уменьшаться. Ну, если так. Пытаться понять физику процесса. Это вот попытка номер один. Ради бога, закончу слово. Попыт номер один. Попыт номер два будет два. Напряжение на внешнем сопротивлении. Ну, разумеется, если сила тока уменьшилась, она тоже будет падать. Потому что пропорциональность есть. У равно И на Р. Сопротивление лампочки не меняется. Общее сопротивление цепи, ну, я бы сказал, что все-таки увеличивается, если я увеличиваю. Два, два, три. Ой, че я говорю? Не три. Два, два, один. Итак, доказано, что филологический подход к решению задач на закон Ома неправильный. А этот? А этот правильный. Ну, хорошо. А почему не закон Ома для полной цепи сразу? И равно ИДС делить на сумму сопротивлений. И все, и поскакали. Он как-то не очевиден. Не очевиден. Не очевиден. Ну, во всяком случае... Кстати, для Ома-то он тоже был не очевиден. Он же, знаешь, там так и писал, не ИДС, а всякие буковки А, Б. То есть, говорит, я не знаю, что это. Так и до сих пор, в общем-то. Но он умер уже. Но дело его живет. Значит, о, замечательно. Задачка по ядерной физике. Все задачи по ядерной физике до единого – это задачи на филологию. Потому что никто из этих школьников, которые решают ИГР, никогда в жизни, упаси Боже, если только он там не был в экскурсии в Чернобыле, не видел альфа-частицу своими глазами. То есть, он видел, наверное, у него проблемы с глазами. А где посмотреть на альфа-частицы, если хочется? На физическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Значит, смотрите. В результате серии радиоактивных распадов ядро урана превращается в ядро свинца. Какое количество альфа- и бета-распадов оно испытывает при этом? Ну, давайте составим уравнение. 238 минус 206 равно х. Я пока буду думать, какой корень у этого уравнения. 32, значит, 32 атомных единицы массы теряет ядро свинца. Урана. Теряет ядро урана, превращаясь в ядро свинца. Поэтому, с учетом того, что каждая альфа-частица имеет 4 атомную единицу массы, ну, это ядро гелия, да, у нас произошло 8 альфа-распадов, и каждая альфа-частица уносит с собой 2 зарядика элементарных, да. То есть, 92 минус 82 это 10, да? Ну, похоже. А произошло 8 альфа-распадов. Значит, 8 и 2,16 для того, чтобы скомпенсировать вот эти вот недостающие 6, нужно 6 бета-распадов подрисовать. Ты не напомнишь, бета-распад это... Бета-распад это испускание электрона ядром, в результате чего его заряд увеличивается на единичку. Ну, то есть, был нейтрон, а стал протон. Да. В ядре. В ядре. Итак, ну, это, конечно, правильно. Пока еще шансы, ну, на такие... На 4. На инженерные вузы сохраняются. Да, правда? Да, все зависит от... Даже на направление инженерно-ориентированная физика. Слушай, ну, там это все-таки высота. Высота. Это высота. Но я и не претендовал никогда. Там все-таки на входе спрашивают две вещи. Это КПД двигателя теплового. И? И закон ОМО для полной цепи. Так что тут пока, Антон, есть над чем. Проблема. Проблема. Вот еще одна задачка имени Альберта Эйнштейна. Потому что эта задачка на одну из самых бесполезных формул в квантовой физике. На фотоэффект, который практически никак и нигде не участвует в нашей квантовой жизни. Вот я с кафедры фотоники. Энергия фотона для меня святое. И вот. Ну, хорошо. Что хорошее в это? Я все это время верил. Как ты это назвал? Самое бесполезное. Самое бесполезное. Это еще и символ физического факультета. Да. Ну, давайте ее все-таки напишем. Да, Ашню. На какую-то железяку налетает электрон с энергией Ашню. Да. Эта энергия на что тратится? На то, чтобы... А, ну, фотон с энергией Ашню. Продон. Налетает на железяку. И эта энергия тратится на то, чтобы выбить из этой железяки какой-то электрон. А также придать этому электрону, как приданную, дополнительную кинетическую энергию. Правильно? То есть, это работа выхода плюс кинетическая энергия этого фотоэлектрона. Правильно? Значит, если мы уменьшим в два раза длину волны, падающего на пластину света, ну, мы понимаем, да, что... Это же самое Ашню, это не что иное, как Ашц делить на лямбда, да? Потому что длина волны – это обратный период, а период со скоростью и длиной связан примерно так же, как в седьмом классе проходит, без всяких квантов. Соответственно, если мы длину волны уменьшаем в два раза, то это означает, что мы энергию увеличиваем в два раза. Сложно поспорить. Работа выхода зависит только от свойств металла, и поэтому никак не меняется при произвольных изменениях налетающего света энергии. То есть, работа не изменилась, а вот максимальная кинетическая энергия, конечно, изменится. Она увеличится, потому что увеличилась энергия налетающих фотонов. И снова, правильно. Он Эйнштейн-то не соврет. Ты знаешь, сколько видосов на Ютубе с обратным предположением? Даже у меня, по-моему, есть. Если нет, то будет... Долго уже вынашиваю мысль записать лекцию под названием «Гениальные ошибки Эйнштейна». Всем бы такие ошибки, за которые другим людям на близкий период потом дают. Я пересмотрю все свои ошибки по жизни. Вдруг там... Что-нибудь. Да, на Нобелевскую тянет. Опять фотоэффект. Ну, а почему так? Ну, вот так карты. Разнообразно. Карты легли так. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры в ответе расположите в порядке возрастания. Значит, при увеличении длины нити математического маятника период его колебаний уменьшается. Ты сегодня выйдешь отсюда специалистом по математическим маятникам. Все еще 2π корень из Л делить на Ж. Поэтому нет, период колебаний не уменьшается при увеличении длины, а наоборот увеличивается. То есть это, конечно, неверное утверждение. Явление диффузии, конечно, медленнее, чем в жидкостях протекает. В твердых телах, потому что их атомы движутся гораздо менее активно. Плюс сила Лоренца отклоняет положительные и отрицательно заряженные частицы, влетающие под углом к индукции однородного магнитного поля в противоположные стороны. А теперь скажи мне, пожалуйста, какое отношение вот эта вот фраза и ответ на нее имеет к жизни среднестатистического школьника. Я понимаю, что математический маятник – это любой кирпич, привязанный к веревке. То есть надо знать, что когда он быстрее полетит, когда медленнее, когда играешь, догони меня кирпич. Но, простите, какому школьнику придет в голову запускать в магнитном поле какие-то заряженные частицы? Чем? Куда? Этим школьником был Лоренц. Действительно. Ну да, конечно, она отклоняет положительные и отрицательные заряженные частицы в противоположную сторону, потому что F равно QV на B. И поскольку здесь есть Q, то в зависимости от знака заряда, разумеется, меняется знак силы. Это, конечно, правильное утверждение. Дифракции рентгеновских лучей невозможно. У меня сразу вопрос, на чем? Ну, а как же эксперименты по дифракции, там, чего-то на каких-то... Самое главное, что определение дифракции, видимо, такое, что дифракция наблюдается не для всех волн. Ну, а почему? Непонятно. Абсолютно не очевидно. Дифракции любых волн – это явление их взаимодействия с препятствиями. И почему бы им не дифрагировать? Может быть, она в меньшей степени... Минус. Ну, плюс типа дифракции, возможно, да. Значит, в процессе фотоэффекта с поверхности вещества под действием падающего света, как мы в прошлой задаче убедились, вылетают электроны. 2, 3, 5. И снова правильно. Значит, дальше. О, вот это уже погрешности пошли, да? При определении скорости равномерно прямолинейно движущей тележки ученик измерил время движения по очень точному электронному секундомеру. То есть у него еще и руки не тряслись при этом. Что вообще, кстати, да, по-твоему, означает здесь очень точный электронный секундомер? А тот, у которого нет приборной погрешности. Представили себя так? Я себе такую гадость и представил. Какие-то новые рязанские секундомеры. Да. Идеально. Значит, пройденный тележкой за это время путь был измерен с помощью рулетки 150 плюс-минус 1 сантиметр. Запишите в ответ модуль скорости тележки в сантиметр в секунду. То есть это 15V равно 15 плюс-минус сантиметр в секунду. Дальше. Если у нас есть рулетка с какой-то погрешностью 150 плюс-минус 1 и секундомер очень точный, то, ну, наверное, 0,1. Нам же не указано, что есть еще какая-то погрешность измерения. Правда? Смотри, последняя фраза. В ответе запишите значение, и погрешность слитно, без пробелов. Так у меня же нет бланка. У меня же нет бланка. Давай пофантазируем. Знаешь, сколько наших полегло вот? Нет. 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 Все. Вот оно. А, вот так вот. Все. Понял. Нет, понял, понял, понял. Значит, у нас ответ к какой-то задачке должен быть дан с такой точностью, с которой даны все величины, но не больше. Поэтому, ну, что сказать. Наверное, я должен был бы сказать 15,0 плюс-минус 0,1. И поэтому правильный ответ, наверное, был бы такой. 1,5, 0,0,1. Так лучше? Там 0,1 запятая, да, ну, в предыдущей строчке. 15,0 плюс-минус. Вот. А 5 нет. А 5 нет? Ну, хорошо. Последняя попытка. Мне скорость дана с точностью до сотых. Скорость, скорость. Скорость, время мне дано с точностью до сотых. Ну, давайте я еще нолики подрисую. 15, 0,0. Плюс-минус 0,1. Тоже неверно? Не, не. Ну, все, шмах. Сдаюсь. Сдаюсь. Преклоняюсь перед мудростью экспериментаторов, которые включили в... Каких экспериментаторов? А кого? Ответ у тебя абсолютно правильный. Это 15,0 плюс-минус 0,1. Все ок. Но вот я же неспроста обратил внимание на запись ответа. Значение погрешность слит на беспробела. Итак, правильный ответ. Так. Это 15,0,0,1. Так я же тебе его вот здесь вот... Где-где-где-где-где-где-где? Вот. А где запятые-то? Тебе запятые еще нужны? А их же не... А, их... Они считаются знаком. Да. Окей. Все. Ну, признаю свое поражение. Вот так вот. Не умею читать. Фундаменталист пал перед запятыми. Значит, следующая задача, задача номер 20. Последняя, кстати, из первой части. Последняя простая, да? Это все были простые. То есть мне надо вот так вот проститься с ним, помахать им ручкой и... Задача, с которыми можно проститься. Давайте расцелуемся вот с этой напоследок. Ученику необходимо на опыте обнаружить зависимость объема газа от внешнего давления. У него 5 различных сосудов с манометрами, сосуды наполнены одним и тем же газом. Давайте посмотрим, какие цифры тут меняются, а какие нет. То есть нужно, чтобы изменялся объем и изменялось давление. Ну, мы можем написать твое любимое уровень Менделева по перрону, да? ПВ равно М на мю РТ. Правда? Я подставил сюда выражение для количества вещества через массу. Поскольку про изменение массы газа ничего не сказано, стоит выбирать, видимо, только такие пары, в которых масса газа не меняется. То есть 10 и 10 и 5 и 5. Поэтому четвертые уже... Ловко. Уже не подходит. Уносите. Да. Значит, какие два сосуда нужно взять? Ну, давайте посмотрим, что нам подходит. Либо 1,2, либо 3,5. Почему нам не подходит, допустим, 1,2? Потому что там еще температура меняется, а нам зависимость объема от внешнего давления надо установить. Температура должна быть фиксированной, поэтому 80, 100, 80, 60 и 160. И масса газа тоже неизменна. То есть это 3,5. Браво! Итак, опять рамка. Сложная часть. Краткий итог первой части. Три ошибки из 20. И, между прочим, очень хороший результат. То есть на физтех я бы, наверное, уже не поступил, да? Ну, там, по возрасту уже. По возрасту? Ну, я бы сказал по тому факту, что я уже использовал свой единственный шанс получить бесплатное образование. А деньги ты за это платить негативно не можешь? Платить такие большие... Ну, из ПБГУ, может быть, я еще и подумал бы, а другим институциям... Начинаем донатить на поступление Антона Андреевича на физтех. Ну, лучше поздно, чем никогда. Ну, короче говоря, мы обязательно подведем итог в баллах. Собственно, вот прямо сейчас я так зависаю. И вот сколько баллов получилось. Это, знаете, там первичные, вторичные. Мы сейчас... Это первая часть только. Да, это только первая часть. Мы не зацикливаемся на этих баллах. Вот сейчас вторую решенем, вот тогда будет видно. А, кстати, во второй мы, естественно, не будем... Я пытался вчера прочесть критерии оценки всех этих задач в второй части. Ну, секунд через 20 я, очевидно, уже... Сдался. Да. Единственный случай, когда сдался, даже не предприняв атаки. Да, просто все, я понял. Мы будем считать, что Антон делает абсолютно все в рамках этих критерий. Что-то там, законы должны чему-то сажать. Ну, слушай, ты же сам видел, как я погрешность пять раз написал неправильно. Да. Это, мне кажется, очень сильное предположение, что я делаю все правильно. Ну, давайте начнем, а там посмотрим. Кроме оформления. Кроме оформления, наверное, да. Ну, хотя я бы сказал, что это, пожалуй, самая главная яма, в которую сваливается большая часть людей, которые действительно знают физику. Да, это общеизвестный факт. Значит, есть опять та же самая рамка в таком же магнитном поле, только уже, видимо, не вращающейся. Как будут направлены силы, действующие на рамку со стороны внешнего поля, если увеличить магнитное поле? Что? Что? А если не увеличивать, они не будут направлены? Теоретик мне задает вопрос про магнитное поле и силы. Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. Есть прямоугольная, это рамка, которая представляет собой контур, да, какой-то. Ну, там, наверное, ток какой-то наводится, правда? Пока зритель перебирает варианты, чем отличается контур от рамки в голове, теоретик. Рамка может быть деревянной, а контур – это все-таки какая-то конструкция из проводящего материала. Значит, мне правило буравчика хочется применить. Прямо сейчас? Ну, прямо сейчас, да. Применяйте. Я вижу, что ток направлен на меня, поэтому буравчик крутится на меня. Если бы он был направлен от меня, то я бы его крутил по часовой стрелке, да. Если ко мне, то против часовой. Поэтому ток, видимо, вот сюда. Вот, а то ток на середине середины закончился. Ну, да. Значит, на рамку действует сила со стороны магнитного поля, да. То есть, достаю еще одну формулу из глубин своей памяти. f равно b на i на l на косинус, там чего-то там. Или на синус. На синус. На синус. На синус. А я все равно не помню угол между чем и чем, поэтому не важно. Синус вопросительного знака. Я, ну, ты говоришь, что нельзя доставать формулу из памяти. Давай я тебе попытаюсь ее продать. Понятно, что чем больше величина индукции, тем больше сила, потому что это и есть та сила, с которой индукция действует. Логично. Поэтому линейная пропорциональность, электродинамика науколинейная, да. Фундаменталисты, как ты нас называешь, обязаны это знать, да. Значит, ток, конечно. И длина, собственно, этого кусочка, потому что, ну, больше электрончиков, меньше электрончиков, да. Чем больше длина провода с током, тем больше в нем этих бегающих электрончиков, правильно? Ну, да, как в электричке. Как в электричке. Ну, а синус, потому что куда без синуса, да. Направленная величина. И мы знаем, что где-то у нас здесь есть векторное произведение, да. Я же рисовал вот какую-то формулку. F равно QV на B. Ну, а Q на B это что-то вроде тока. Поэтому без этого никак. Значит, как будет направлена сила? Ну, сейчас подумаем. Какой рукой надо пользоваться? Ну, а я сейчас скажу. Вот как бы, как я сейчас рассуждаю. Вот это вот классический образ мышления человека, который уже забыл все эти мнемонические буравчики левой и правой руки, но помнит векторное произведение, с которым и связана вся эта сила. Векторное произведение считается, ну, растопыриванием трех пальцев правой руки, потому что правая тройка, и направлением двух из этих трех пальцев по тем векторам, которые известны. Но не будем забывать, что электрон, который движется, это штука отрицательно заряженная, и поэтому мне нужно будет направление одного из пальцев сменить, то есть заменить на левую руку. Я направляю один из пальцев по направлению поля, то есть туда, в планшет себе, другой палец направляю по линии тока, и вижу, что сила, например, действующая на вот этот кусочек, будет направлена вниз. Я направляю один палец вниз, другой по направлению тока, ну, судя по всему, рамку будет сжать. И это правильно. Ну, векторное произведение не соврал в отличие от правочка. Сейчас, если нас действительно до этого момента досмотрели хоть какие-то школьники, они могут задать резонный вопрос, что он говорит, какие пальцы, где ладонь, куда входят магнитные линии, где четыре пальца. Ну, здесь не надо комментировать, что это одно и то же. И все, зиждется на векторном произведении. Итак, ну, а мы, безусловно, засчитываем. Так, дальше. Решенную задачу. Вот задачка по механике, милое дело. Снаряд массой 2 килограмма, летящий со скоростью 100 метров на секунду, разрывается на два осколка. Один из осколков летит под углом, 90 к первоначальному направлению, а другой под углом к 60. То есть был какой-то снаряд, да. А вот этот сюда... А снизу это земля? Ну, какая-то земля, наверное, да. Другой под углом 60. Только куда? Наверное, туда. Нет, он полетит тоже вверх, это будет интересно. Да, потому что не будет сохраняться импульс, на которой есть эта задача. То есть это 90, а вот это 60. Какова масса второго осколка, если его скорость равна 400 метров на секунду? То есть у нас было 2 килограмма. Вот здесь вот, м штрих 1, а здесь м штрих 2. Запишем закон сохранения импульса. М, В равно, ну, векторно, да? Может, нам без штрихов... Хочу со штрихами. Понял. Слева всегда без штрихов, справа всегда со штрихами. Магнитное поле всегда направлено по оси Z. Итак, запомните эти золотые правила профессиональной физики. М штрих 1, В штрих 1, плюс М штрих 2, В 2 штрих. Вот так он с корнями импульса. Нужно написать его в двух проекциях, правильно? В первой проекции на ось Х мы видим, что М, В, Х равно М штрих 2, В 2, Х штрих, да? Во второй проекции, куда бы ее написать, мы видим, что по у изначально у импульса вообще не было составляющей, поэтому М штрих 1 на В 1, У равно минус М штрих 2, В 2, У. Да? Ну, если... Может, оно нам и не надо. Что не надо? Ну, на у. Скорость по у не надо. Ну, я написал все, что знал. Мне нужно решить эту систему линейных уравнений двух... Вы знаете, господа, как стать теоретиком, надо выучить вот это. Ну, да. И главное, штрихи справа, справа, вот знак равно. А у тебя, видишь, и слева есть тоже. А я уже перенес. И штрихи? Одно из слагаемых. Значит, теперь нужно решить эту систему линейных уравнений, что мне совершенно не хочется делать. А, на самом деле, достаточно решить всего лишь уравнение по оси Х, благо там все известно. А там все известно? Ага. А, так мне нужна масса второго осколка, а масса первого меня не интересует. Не интересует. Ну, что же, ну, конечно, это все правильно решено. Идем дальше. В области пространства, где находится частица с массой 10-6 грамм... Слушай, а, вот здесь вот уже как раз электрическое поле. Я думаю, где электричество? Здесь не было ни одной задачки на электростатику. Значит, ну, что мы можем сказать? Что есть еще одна составляющая силы Лоренца, которая равна Ку на Е. И мы знаем, что... Сила Кулона ее школьники называют. Ну, пусть Кулона. Но он же пытался решить эту задачу. Да. Ну, и эта задачка на механику, на самом деле, видимо, просто нам так вот экзотически задана направление силы. Значит, вспоминаем, что x от t равно x0. Это я в уме просто интегрирую. Это я больного чувства, даже слышу. x0 плюс v0t плюс at квадрат пополам. Ну, тут, конечно, все эти вектора, да. Ну, поскольку задачка у нас одномерная, можно, в общем, этого не учитывать. Значит, однородное горизонтальное поле с какой-то напряженностью. Ну, мы сразу можем сказать, что ускорение этой частицы – это Ку на Е делить на М. подставить ее вот сюда, подставить перемещение, да, потому что x от какой-то t, ну, там, допустим, 1 минус x0 равно s частицы, да. Начальная скорость равна нулю, s равно, там, t квадрат пополам, равно Qe t квадрат на 2m, ну, и, соответственно, время равно 2ms делить на Qe из-под корня. Браво, 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 браво. Что-то мы прям… Число подставлять не хочу. Вообще никого подставлять не надо. Да, это правда. Половину, половину сложной части мы прошли просто махом, и, наконец-то, начинается самая жара. Три последние задачи, и сразу же цикл. Я вижу две изотермы здесь. Глаза меня, наверное, не обманывают, но две изотермы – это уже как-то хорошо. Мне нравятся две изотермы. Но ты можешь подрисовать так, чтобы изотермы все-таки адиабатами стали, согласно условию. А, это адиабат? Конечно. А, двух адиабат? Ты кричал про адиабаты, правильно? Вот тебе адиабаты. Действительно, состоит из двух адиабатов, захоры и изобары. Знаю, что КПД цикл равен 50%. Определите модуль отношения изменения температуры газа при изобарном процессе к изменению его температуры 3-4 при изобарном процессе. Слушай, вот мне очень хочется лапки свесить. И вместо того, чтобы пытаться решать эту задачу, начать объяснять, почему я ее решать не хочу. Это метод решения от противного, я так понимаю. Очень противно, очень противно, по одной простой причине. Для того, чтобы заниматься тепловыми машинами и, в общем, циклами, стоит, наверное, понимать, что такое энтропия. Потому что вот все эти задачки, на самом деле, на второе начало термодинамики. А в школьной программе понятия энтропия отсутствует, либо в каких-то элитных физмошколах его там как-то сакрально рассказывают и, тем не менее, не особо используют при решении этих задач. Ну, там обычно говорят, что энтропия удобнее для термодинамических циклов, ну, то есть в координатах ТС, температуры энтропии. Ну, по факту, это прямая линия на диаграмме ТС. Да. Ну, а почему тебя смущает, что она тут, ну, не прямая, ну, кривая? Смысл-то особо не поменялся, ну, я имею в виду в рамках вопроса поставленного. Да не то, что меня смущает, у меня просто идея синкразия некая вот к задачкам на циклы. Точно так же, как и задачки на магнетизм. Не зная векторное произведение, можно, пользуясь какими-то кустарными изобретениями в обход, решать какие-то совершенно не имеющие отношения к реальности задачи. Мы практически довели теоретика до белого коленя, и наша смысловая задача добить его, поэтому пришел, решай, давай. На самом деле, тут столько слов, а вопрос-то, по сути, про один-два процесса, три-четыре-четыре. Действительно, два процесса, которые нас интересуют, которые неодиабатные. Потому что при адиабатическом процессе теплота не передается никуда, теплообмен не происходит. А здесь про температуру, да? А здесь про изменение температуры, да. При изобарном процессе, дельта Т1-2, к изменению температуры при изохорном процессе. Значит, давайте думать. При изобарном процессе давление пропорциональной температуре, да, мы... Ой, что я говорю? Объем пропорциональной температуры, правда? Объем пропорциональной температуре, а при изохорном процессе давление пропорциональной температуре, правильно? Сейчас подумаем, что я из этого могу извлечь. Когда вообще происходят вот эти вот процессы? Что... Какой из этих процессов является работой газа, да, какой из этих процессов является там... Чем-то другим. Ну, вот ты мне говоришь, что когда газ совершает работу, то у него меняется объем, да? Да, это я сказал. То есть на участке 1-2 газ совершает работу. На участке 3-4 мы этот газ, видимо, охлаждаем, да? Потому что у него при неизменном объеме падает давление. И, соответственно, мы приводим газ в изначальное состояние, а потом посредством адиабаты. Вот, значит, КПД цикла равен 50%. То есть ИТА, это работа полезная, на работа полезная, плюс количество теплоты. Вот это вот, да? Нет? Можно подсказывать? Нет, нельзя. Работа полезная, к работе затраченной. Сейчас подумаем. Я правильно понимаю, что если у меня нет клеточек на этом графике, то меня совершенно не интересует, во сколько раз палочка 1-2 больше, чем палочка 3-4? И это первое, ну, уже не первое, но новое эмпирическое правило для любого теста, ну, в смысле, варианта ЕГЭ. Нет клеточек, бойся. Ну, да. Самое интересное, когда есть клеточки, а точечки не совпадают с узлами пересечения. Это просто следишь на что это может и значить. Кстати, кстати, по опыту говорю, это значит, не по клеточкам надо оценивать. Вот так. Ну, сейчас соображу. Если оценивать надо не по клеточкам... А это отправная точка термодинамических размышлений. Ну, нет. Ну, непонятное дело, что это дико непедагогично. Но, опять же, я уже сказал, что цикл мое слабое место. Поэтому, ну, вот, как только мне запрещено пользоваться какой-то формулой из памяти, я не понимаю суть процесса, я начинаю решать задачку психологически. А почему, кстати, не по физически? Ну, казалось бы... Потому что физически это я должен приговаривать какие-то утверждения согласно первому началу термодинамики, там, что-нибудь. Ну, почему бы нет? Ну, сейчас давай думать. Значит, у нас есть две адиабаты. Есть два процесса, в которых меняется температура этого газа. Я не могу сказать, что на адиабатах температура не меняется, потому что это будет абсолютно неправда. Абсолютнейшая. Но меня не интересует. Что, я по этому поводу дома? Ну, да. Нет, ну, вопрос. У меня есть какой-то адиабатический процесс. Есть обратный процесс. В обоих из них как-то меняется температура, и от этого будет зависеть, в общем, какое соотношение температур, изменение температур в процессе 1, 2 и 3, 4. Или не будет зависеть. Вопрос, на вот этих вот двух адиабатах изменение температуры равно друг другу или нет? Думаю, что нет, потому что КПД цикл равен 50%. Непонятно. Непонятно. Ну, я бы попытался все-таки перерисовать в ТЭС. Так. То есть, я знаю, что у меня есть 1, 2, 3, 4, и что процессы 2, 3 – это процессы при одинаковой совершенно температуре, при одинаковой энтропии. Что у меня увеличивается температура 1, 2, вот это вот точка 1, точка 2. Вот здесь вот так, вот здесь вот так. А, ну, правильно. Это у меня может быть... А, так это... Квадро? А 1, 2 и 3, 4, почему параллельные отрезочки? Потому что при... Вот поэтому. Потому что при изохорном процессе давление пропорциональной температуре у меня... Я так неплохо помню, что вот цикл Корно в координатах ТЭС – это действительно прямоугольник. А это не цикл Корно, потому что... А это не цикл Корно. Значит, трапеция. Причем криволинейная, судя по всему. Тогда мне это не поможет. Так что энтропия – это не мантра. Не мантра. Так я и не говорил, что только само знание понятия энтропии тебе поможет. Надо еще понимать, как использовать это знание в совершенно не имеющих отношения к реальному признанию. Ну, я бы сдался, на самом деле. Я бы уже сдался, если честно. Ну, хорошо, нет проблем. Засчитай мне поражение. Мне вот только очень важно понять, тебе лень ее решать? А я не понимаю физику процесса. Вот в упор не понимаю. Всегда тепловые циклы были для меня с липым пятном. Меня, честно говоря, очень интересен под более подробный ответ. Как это? Как это? Ну, там какие-то летают атомы, все там ударяются, не знаю. Мы усредняем, типа, все эти сугарения, там, получаем давление. И все они летают с какой-то скоростью, которую мы… Для нас кто-то усреднил и говорит, вот температура, вот давление, температура. Это все, что тут, в общем-то, происходит. Дальше мы это берем, и для каждой точечки цикла пишем одно и то же. Либо уравнение Менделеева-Клаперона, либо первое начало термодинамики. Для каждой точечки получается по два уравнения. Так. Восемь уравнений. Они достаточно быстренько там сокращаются. И подставляем в правильно написанную тобой формулу КПД. И ответ. Вроде. То есть, чего тут надо понимать. О чем ты говоришь, когда… Ну, о чем я говорю? О том, я говорю, что у меня, видимо, не выработался вот этот вот навык написания закона Менделеева-Клаперона для каждой вот этой вот точечки. Либо, как только я вижу на диаграмме ПВ что-то отличное от цикла Корно 2 изотермы, 2 диабаты, у меня глаза сходятся в кучу, и я начинаю думать, что, возможно, здесь замешаны еще какие-то физические закономерности, которые я должен учесть, и которые должны вот мне эту красивую нарисованную тобой картинку попортить. Я же говорю, ну вот не понимаю я физику процесса. Плюс, вспоминая, что из-за процессов так-то, ну, они неосуществимы. Что? Из-за процесса. Ну, как осуществить так идеально? Ну, даже не про это я думаю. Я думаю просто про то, что каждая вот эта вот кривая линия на этой диаграмме должна описывать какой-то процесс, который должен характеризоваться какими-то совершенно отличными от других свойствами. То есть, мне бы, если бы у меня была уверенность в том, что вот все так просто, как ты говоришь, в ранее Менделеева купирован для каждой точки, для каждого процесса, наверное, я бы просто написал 8 этих уравнений и пытался с грехом пополам их решить. Ну вот, не выработалась навыка. А интуитивного понимания того, как работает тепловой двигатель, у меня за 30 моих там с лишним лет не появилось. Просто потому что у меня никогда не было машины. Мы открываем второй источник донатов. Где там впуск, где там выпуск, вот это вот там все, холостой ход. То есть, у меня совершенно никогда не было соприкосновения в моей реальности ни с какой тепловой машиной. И у меня нет интуиции. Антон, скажи, что делать школьникам, у которых, очевидно, нет прав и автомобиля тоже? Сдавать общество знаний. Чтобы они знали свои права. Я примерно такой ответ и ожидал. Ладно, значит, мы чего хотели, услышали. Защитывали поражение, да. Поражение. Значит, предпоследняя задачка про конденсатор, который имеет между своими обкладками пластину из твердого диэлектрика. Ой, еще и у нас показатель диэлектрической проницаемости есть. Емкость конденсатора при этом равна 100 пикфарад. Конденсатор подсоединен к источнику. Какую работу надо совершить для того, чтобы медленно вытянуть диэлектрическую пластину из конденсатора. Трения нет. Но сейчас скажу. То есть у нас есть вот такой вот конденсатор, который заполнен... Вот я здесь нарисую полностью веществом. У него здесь есть эпсилон. И в этом конденсаторе при данном напряжении, оно постоянно, да, равно 50 вольт, в нем записена какая-то энергия, которой много, да, потому что вот эта вот штука увеличивает энергию конденсатора. Ну да, в этом и смысл диэлектрической. Если я ее вытаскиваю из конденсатора, я этим самым уменьшаю эту вот энергию, мне надо совершить на эту работу. Еще, дай бог памяти, какова, собственно, энергия этого конденсатора. Ну, что я помню, что заряд на конденсаторе пропорционален... Сейчас скажу. Что там на конденсаторе пропорционален чему? Емкость конденсатора прямо пропорциональна площади его обкладок, обратно пропорциональна расстоянию, а здесь что-то типа эпсилон 0 на эпсилон. Что такое? Ну, физически это можно вполне объяснить. Чем больше площадь обкладок конденсатора, тем больше там может скопиться зарядов, чем больше расстояние, тем меньше сила взаимодействия между этими зарядами, а вот эта вот штука прибавляет просто зарядов. Да, удерживает их вообще. Да, удерживает. Вот, но это размерный множитель, который, вообще говоря, не должен существовать, и от которого... Такое же отношение. ...должны, вообще говоря, избавляться. Поэтому в системе СГС, например, емкость конденсатора измеряет сантиметры, правда? Метр в квадрате разделить на метр, ну там, метр или сантиметр, это такое. Давайте уже мерить емкость конденсатора в сантиметры. Значит, теперь энергия конденсатора это С на У квадрат пополам, да? Ну, соответственно, напряжение постоянно. Е1 равно С1 на У квадрат, Е2 равно С на Эпсилон 0 на Е на Д. Это тоже постоянно, да? Какую работу нужно совершить? Ну, наверное, А равно там Е1 минус Е2. Емкость конденсатора мне дана, да? Да-да-да, 100 пикофарад. Если я уменьшу вот эту вот Эпсилон с 7 до 1, я, соответственно, уменьшу емкость 7 раз, да? Ну и, соответственно, работа, которую нужно совершить, это 6 седьмых... Чего? Не-не, я внемлю. Пока внемлю. Ну, 100 пикофарад, это сколько? 10 в минус 12, по-моему, да? Да. 100 в минус 12 умножить на 50 в квадрате пополам минус 1 седьмая на вот это же, да? То есть 6 седьмых. Что-то такое? Ответ? Нет? Не ответ? Половинку я бы получил. Я вот эту вот формулу, которая, что работа Е1-Е2. Это что? Нет, нет. Это что имеется в виду? Просто справа... Сейчас, ну, как я рассуждаю, в этом конденсаторе запасена некоторая энергия, да? Я вытягиваю пластину из конденсатора, я а, я же ее медленно вытягиваю. Медленно. Медленно. Да. То есть я не придаю ей никакой кинетической энергии, да, упаси боже. Не, ну тут вообще речи про ее там массу не идет. Куда делась-то? Да. Куда делась? Куда? Ну, сейчас. Не, ну, закон сохранения энергии. Я как это, взял в Россию сахар, я встал в сатарный бомб, только я наоборот. Я беру конденсатор с огромной энергии, запасенной в нем, вытягиваю пластину из него, энергии сразу намного меньше. Куда? Куда? Вот этому, видимо, посвящена задача. Где энергия? Было бы классно, если бы, да, в задачах были вопросы. Не с какую работу себя, просто где? Эй. Ну, сейчас подумаем. А, я понял, я понял, я понял. Нет, не понял. Нет, не понял, сейчас. То есть, работа, ну, давай мыслить логически. Работа это сила умножить на путь. На чём, да. Этой самой пластины, да? Сила, ну, наверное, нам известна, если есть а, нет, неизвестно. Сейчас подумаем. Работа, во-первых, это сила умножить на ну, на или на какой-нибудь, допустим, да? Теперь, что такое ёмкость конденсатора? С равно Q на U, что-то такое, да? Да. Ты мне подсказывал? Да, да, да. А U это что такое? Q делить на E на D. Ну, ну, на L. Так. А, неправильно. Вот здесь вот E и обкладка конденсатора, а это в другую сторону. Непонятно. 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 Нет, ну, значит, я не понимаю физики задачи. Давайте думать дальше. Был какой-то контур, в котором находилась вот эта вот пластина и, соответственно, конденсатор зарядился до максимума и запас, в нём запаслась некоторая энергия. Затем я эту пластину из конденсатора вытащил. Ёмкость получается, да? Это то, что уже, да. Уменьшилась в 7 раз. Уменьшилась. И вот у тебя как раз правильно написана формула для энергии конденсатора в зависимости от ёмкости. Да? М-м-м. Написана формула зависимости. Ну, вот Е1, да, в данном случае. Вот ёмкость уменьшилась, правильно? А напряжение это то же самое, насколько я понимаю? Ну, уменьшилась в 7 раз. Да. Куда заряды-то пошли? Куда заряды пошли? Ну, да. И самое главное, кто их заставил куда-то идти? Ну, источник напряжения тут больше никого нет. Только мы с тобой источник напряжения. Мы не трогали заряды. Значит, значит, это был источник напряжения. Значит, источник. Ну, вот теперь всё и сложилось, собственно. У тебя этого, по-моему, не хватает, формуле А равно Е1 минус Е2. А, ещё тут нужен какой-то... Да. Сейчас, ну, дай сообразить. Плюс энергия чего? То есть, ты хочешь сказать, что ток по нему побежит? Да. Работа источника. Ну, сейчас. А работа источника это что? Ты вот, когда то, что ты заштриховал, ну, вот вверху, я в таком благоговении думаю, да ладно, сейчас у нас... Сейчас выведем. Да, исходя из А равно Ф на С, мы вдруг, как бы, да нет. Сообразнём, что это источник там. Не сообразили. Значит, это ЭДС на... Заряды? Да. Да-да-да. Ну, только У, да, у нас там, дано вносим условия. У на заряд. Ну, да. Разность, видимо. Нет? Ну, это Дельта-Ку, конечно, какой-то, вытекший оттуда. И это, я думаю, кстати, минус, правильно? Перед этим, перед всем. Ну, может, что и минус. Е1 было, и вот из него откачали. Ну, то есть, какой-нибудь там, один бальчик я бы за эту задачу получил, потому что извлёг из глубин своей памяти формулу для ёмкости конденсатора. Да, причём как геометрическую, так и электрическую. Ну, да. Но вот сообразить, сообразить связь вот этой вот работы по доставанию, прости господи, диэлектрической пластины с тем, что источник вообще-то будет платить за эту твою, так сказать, инициативу, понимаешь? Ну да. Чуть-то он начнёт заряды на себя откачивать обратно. Ну, слушай, если бы ты мне полчаса дал, которые у меня есть на эту задачку, наверное, я бы что-нибудь собрал. Но пока что я, как образцовый троечник, я подглядел там свою шпаргалку, у кого-то она реальна, правда она в голове, у кого-то она в голове, да, но вы видите, да, что если у вас нет понимания процесса, то толку от шпаргалки ноль, что в голове, что в трусах, ну, поэтому, надо, в общем, что-то понимать. Я пока что не понял. Зато мы... Так, ну, мы, конечно, ставим крестик, но, вот, типа, плюс один бальчик. Речь всё-таки о поступлении идёт. Мечта молодого человека должна сбыться, физтех. Я, между прочим, мог поступить в магистратуру физтех, когда выиграл случайно олимпиадку по матфизике в 2010 году. Но, поскольку у меня уже была достигнута договорённость с моим научным руководителем предполагаемым, я сказал, что нет, физтех, конечно, может и мечта, но чья-то другая, не моя. Итак, мы обращаемся с огромной просьбой ко всем научным руководителям. Пожалуйста, договаривайтесь со своими студентами до выпуска из бакалавриата. Да. Значит, есть два шарика, которые подвешены на нитях 90 и 20. У них не хватило на вторую, что ли, побольше не могли сделать? К ним прикреплена пружина, перевязанная нитью. Ну, какая-то задачка на закон сохранения энергии мутная довольно, да? Ну, потому что, а как? Мутная была, где диэлектрик? Ну, да. Как подсказывает опыт, задачи на воздушные конденсаторы не такие мутные. Ну, хорошо. Значит, а вот жидкостные конденсаторы... Давайте попытаемся записать закон сохранения энергии. А ты оценил вот это? Вот прикреплена пружина, перевязанная нитью. Пружина, перевязанная нитью? Я такое вот, ну, не видал таких задач. Не то, чтобы это... Ну, перевязанная нитью, это, насколько я понимаю, вот это. Да. И после того, как эту нить обрезают, запасенная в пружине энергия как-то передается этим двум... Скачком. Напрямую. Напрямую. Их массы относятся как, ну, что-то. Давай напишем закон, если какой получится. Есть два закона. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса говорит, что ноль, ну, у них не было уже никакого импульса, правильно? Значит, штрихи справа, правда? Значит, М1 В В ноль штрих один плюс М2 В ноль штрих два. Да? Это закон сохранения импульса. Это вот мы разрезали нить, да? Так понимаю? Это мы разрезали нить. А закон сохранения энергии здесь использовать получится только в момент после разрезания нити, потому что мы не знаем, ну, какая энергия была запасена в пружине. Не знаем. И, кстати, вообще ничего про пружину, да? Ничего не знаем. Кроме того, что она есть. Ну, пружина здесь нужна для того, чтобы обеспечить ноль в левой части, потому что привязана нитью, она для того, чтобы они не двигались. Ну, после того, как она распрямляется, ее функция только в том, чтобы передать им начальной скорости. И у нас есть два условия. Шарик М2 отклонился на угол 90, то есть М2 в 2 0 квадрат пополам равно М Ж Л 2, да? Вот для чего условия отклонения на 90 градусах. Да, это закон сохранения энергии для второго шарика. На какой угол отклонился первый шарик? А почему написано рисунок немного другой? Вот этого надо бояться. Что значит рисунок немного другой? Ну, они их видят, что тут, например, длинные нити и не явно 4, не в масштабе. Не явно 9 к 2. Не в масштабе. Ну, хорошо, а М1 В штрих квадрат 1 0 пополам равно М1 здесь тоже 2 Ж на Л на косинус, по-моему, да? Косинус или синус? Сейчас, дайте-ка сообразить. Это высота, да? Высота. Значит, что у нас было? здесь будет, видимо, Л1 минус Л1 на косинус альфа. Что-то такое. Да, да, вроде так. И сколько у меня уравнений, сколько неизвестных. Л1, Л2 у меня заданы, да? Мне неизвестно отношение, мне известно только отношение масс этих шариков, да? Мне неизвестно скорость 1, мне неизвестно скорость 2. Ну, казалось бы, 1, 2, 3, и масса шариков тоже неизвестна. Давайте еще четвертую и напишем М1 равно 1,5 М2. Кажется, что система определена. И главное очень логически все, нам неизвестна скорость V1 начальная, для этого закон сохранения импульса, дальше два закона сохранения, и связь масса. Ну, смотрим, механика, а мы с Антоном Андреевичем как-никак с автором металлического пособия по законам сохранения. Спрашивайте в магазинах города. Или не спрашивайте, потому что тираж, видимо, уже спрашивайте. Да, он разлетелся в основном к нам. Итак, в этот момент мы считаем сколько баллов набрано. Мы, кстати, это можем прямо сейчас делать. 3, 2, 2, это сколько? Это 7, 8, 12. 12 из 9, 11, 13, 17. Это первичные баллы. Ну, посчитай мою эту самую. Давай мне приговор. Ты имеешь в виду 100 баллов насчитать? насчитай меня. Ну, 100 баллов ты уже не насчитаешь, потому что я не решил три задачки из, кажется, 20, да? В первой части, да. И позорно провалился на задачки про циклы, а также на задачки по электростатике. открываем таблицу перевода. Придется подождать минуточку. Так, первые четыре правильно, и это 4. С пятой по шестую два балла, значит, 2. Шестая неправильно. Здесь значит, один, один, за десятую два, здесь три, четыре, один, семнадцатая. Дорогие, задачи в основном правильно решили. Знал, где позориться. так, и двадцатая один. Так. Что так мало-то? Ну, как могла. Шесть, семь, восемь, десять, тринадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать два, двадцать три. И ста. Это первичный балл, прости господи. Так. Значит, теперь тут, а потом мы их в сто переведем. Тут я уже посчитал, что-то двенадцать, что ли, насчитал. Три, два, два, три, три, четыре, да, тут семь, плюс восемь и четыре. Двенадцать. Итого, тридцать пять первичных баллов. Так. Из сорока пяти, кстати. Теперь смотрим, сколько это. Барабанная дробь. Что, тридцать пять из сорока? Я потерял десять баллов? Угу. Вот на этих прошивых, занюханных, тепловых двигателях? Угу. Ну, ты и в части С, во второй части потерял пять. И вот эти вот были дорогими. Вот это, вот это. Все двигатели были, да? Да. Ну, циклы, скорее, циклы. За что? Ой. Все? 64 балла? Нет, нет. Это все, чего я заслуживаю? Сейчас. Покойно. 78 баллов. Ну, слушай, у меня 78. Сейчас, секундочку. Мы провели подсчет судорожно из первичных баллов во вторичные. Первичных набрано Антоном Андреевичем 35 из 45. Действительно, потеря дорогих заданий из первой части. По два балла за каждую. Антон при мне уже сокрушался, что все это циклы, циклы, циклы. Как бы тебе... Я надеюсь, для тебя это станет вызовом. Ты пойдешь, подкачаешь циклы, и мы еще раз порешаем. Я шучу. Упасти, Боже. Упасти. Я еще раз. Итак, вторичных баллов по примерным оценкам 78, 77, давайте 78. как регион, Санкт-Петербург. Много это или мало? Ну, физфакт хватит. На весь. Хочется добавить. Ну, что нам осталось? Нам осталось, наверное, друг друга спросить, что мы почувствовали, проведя время за решением всего этого. Так что же все-таки надо делать-то? Физику учить или к ЕГО готовиться? Нет, ну, я бы сказал так. Вот здесь ты вскрыл довольно характерный сюжет, который ну, и меня в свое время от школьного образования немножко оттолкнул и сейчас вот приводит вот к этому вопросу, к появлению различий между учить физику и ЕГО решать. Потому что задачка на тепловые циклы, вот на которой я погорел, это задачка, вот как ты сказал, где попытка понять, что происходит, довольно сильно мешает успешному решению ее. Не надо понимать, что происходит, надо просто писать уравнение Менделеева Куперона для каждого процесса, да? И первое начало. Да. То есть, надо понимать, наверное, что уровень Менделеева Куперона всегда справедливо, и первое начало термодинамики всегда справедливо, но все остальное мешает. И мне кажется, это слегка наказывает человека, который пытается понять, а что там происходит-то? И вот это мне сильно не нравится, конечно. В том числе и потому, что нет никакой физической интуиции, которая бы подсказывала мне из наблюдения за явлением моей реальности или еще чем-то, а что происходит. у меня главная претензия в начетничестве, что задачки по физике превращаются в такие же пазлы, как задачки, допустим, по планиметрии. То есть, планиметрии, это известные комбинаторные задачи, где ты должен сколько-то раз применить известную теорему, да, додуматься, в каком порядке и сколько раз, а при этом ничего особо больше и не нужно, да? В большинстве случаев ее именно надо помнить, потому что пока ты ее выводишь сам, все время закончится. В кодификаторе, насколько я помню, в ГГшном по физике указано, что какие-то формулы нужно помнить, все остальные можно выводить. То есть, если какая-то формула присутствует в кодификаторе, то это означает, что я могу и написать без доказательства. и это означает, что, ну, точно такой же инструментарий понимания физики процесса, это понимание того, какую формулу здесь нужно использовать. Ну, тебе это импонирует? Не очень импонирует, но вот мне понравилась задача, из тех задач, которые я не решил и которые мне понравились, я могу выделить только задачу с конденсатором, потому что она мне показала, что, хотя я помню все формулы, которые нужны для решения задач, у меня нет понимания физики процесса, и поэтому, что бы я ни делал, оно меня к ответу не приведет. То есть, в обратную сторону сработало, да, по сравнению с термодинамикой? В термодинамике я пытался понять физику процесса, это было не нужно. В электричестве я вспомнил все нужные формулы, и даже как-то алгоритм попытался обрисовать, но поскольку я физику просто не сообразил, как она устроена, куда ушла энергия, на что она потрачена, я задачу не решил. Ну и, честно говоря, кроме этих двух задач из второй части, нам в целом обсудить-то нечего, но тут были простенькие задачи из первой части, где либо с запятыми в погрешностях, но это вообще, я прям умышленно, я когда увидел вот саму эту форму ответа, я еще не знал, что за задача, когда увидел, что за задача, 15-0, тут еще две запятых нужны? Да, да. Я подумал, что, божечки мои, вот если ты не будешь готовиться к ЕГЭ, как Антон Андреевич сегодня, вот такая вот дикость произойдет. Поэтому решать ЕГЭ придется для того, чтобы, ну, предварительно, для того, чтобы сдать ЕГЭ. И вот видите, как это, физику процессов лучше, как это, знать, но принимать, применять уместно. Это правда. Ну и, судя по всему, знание физики процесса должно подключаться только тогда, когда не работает зазубренный алгоритм, решения тех или иных типов задач, да? То есть, если человек видит диаграмму ПВ, у него сразу в голове должно всплывать все, что ты сказал. А вот если какой-то конденсатор, из которого что-то выезжает, это не совсем типовая задача. Ну да, да. И поэтому для нее уже нужно что-то подключать. Поэтому, для того, чтобы заниматься физикой, судя по всему, не только физику придется любить, но и какие-то приемчики, алгоритмы подтянуть придется. Иначе вы получите как и я, 78 баллов. Ну вообще, без вот как раз такой вот ЕГЭшной подготовки, 78, просто зашел и порешал, лишний раз подчеркивает. Знаешь, Антон, сколько раз я тут, ну так сказать, общаюсь, да, с абитуриентами или школьниками, я ему, ну часто же про ЕГЭ вообще с ними разговариваю. И, честно говоря, я им ничем не подтвержденный факт все время сообщал, что, знаете, вот настоящий физик, если его тут поймать почти любого, он сядет и говорю, баллов 80, он наберет без подготовки. Это означает, что если ты знаешь физику процесса или логикой, там разве ты владеешь, там разве ты математическим аппаратом, ты получишь эти 80, остальные 20, это вот надо затренировать. генсировка. И смотрите, как Антон не подвел мои на ровном месте бросы. Я совершил все педагогические ошибки, которые можно совершить, ну, видимо, в местных... Нет, где-то ты вспомнил чисто формулу, а где-то наоборот рассуждал весьма, ну так сказать, нестандартно для школьных принципов. Я производную даже взял разок. А это уже Бог им говорит. Да. Ну что же, мы, так сказать, наверное, как это и принято часто в таких сложных и философских вопросах социальных, так поступить или так поступить, я имею в виду, так готовиться или так готовиться, вновь пришли к ответу опять золотая середина. Ничего с этим не поделаешь. Чего мы вам и желаем, меньше радикальности, больше золота и желательно посередине. И благодарим Антона, что он нашел время, оторвавшись от гравитации, а это исходя из определения гравитации не так-то легко, заглянул к нам и не потерял хорошего настроения, несмотря на термодинамические циклы. Спасибо. Может, ты еще не слышал моих воплей, когда я выйду из этого. Сейчас услышу. Спасибо. Счастливо. Физика для всех. Для вас. Субтитры создавал DimaTorzok